Да. Алло. Алло, здравствуйте, Артём? Да-да. Очень приятно, Артём, меня зовут Дмитрий, консалтинговая компания... Артём, вам слышно хорошо меня? Какая компания? Консалтинговая. Консалтинговая компания... Прибыль. Боже мой. Да, я слушаю вас. Артём, скажите, пожалуйста, наверняка уже что-нибудь слышали о криптовалюте, блокчейн-технологиях. Да, что-то слышал. А пробовали разбираться? Да пробовал разбираться, ничего не получается. Сложно так всё это, не для моих мозгов. Вам показалось это сложно, да? Конечно. Но вы же понимаете, что на этом можно зарабатывать неплохие деньги. Сомневаюсь, что на этом можно зарабатывать неплохие деньги. А у вас был опыт, что ли, плохой? Или знакомые какие-то потеряют деньги? Чего вы так сомневаетесь? Ну вот, слышали, значит, историю про этого... Как его? Павла Мяшина. Вот. Может, слышали? Да что вы, это криптомиллиардер наш российский. С собой покончил. Да? А из-за чего? Долги, долги. Так, из-за чего? Конечно, долги. Я вас понял. Не, на самом деле можно зарабатывать деньги, если работать с консалтингом, какими компаниями. Каким образом? Таким образом, в этом портфеле работает трейдер класса Silver, да? То есть, который предоставляет качественную информацию и предоставляет выход на биржу хорошую, для того, чтобы вы не потеряли деньги. То есть, наша компания предоставляет общую аналитику, анализ и так далее. А с вашей стороны требуется только вклад и время от времени проводить за компьютером. То есть, по 20 в среднем, по 30 минут в день связываться с трейдером. Это можно и с помощью мобильного телефона открывать позиции на бирже. И зарабатывать, скажем так, при этом такие неплохие деньги. Понимаете меня? Понимаю. Сделки открываете только вы. Смотрите, мы берем на себя ответственность за те сделки, которые мы вам даем. Полностью вашим счетом и полностью вашим счетом управляете только вы. Вашими деньгами управляете только вы. Мы со своей стороны делаем только консультации. То есть, мы предоставляем вам позиции, которые приносят прибыль. И даем вам эти позиции ваш персональный трейдер, который с вами работает. Естественно, вы меня спросите, что же имеем мы в итоге. В итоге мы имеем 8% от 5 до 8% от вашей прибыли. То есть, компании выгодно, чтобы вы зарабатывали. Потому что чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатывает компания. Как я уже сказал, у нас есть 3 криптопортфеля, в которых диверсификация риска в каждом портфеле выше, чем в предыдущем. То есть, все зависит от вашего склада. Но в среднем, смотрите, мы предоставляем прибыль от 30 до 75,5%. То есть, это дает возможность людям довольно-таки неплохо зарабатывать, даже на криптовалюте. Сколько еще раз вы даете? Что-что? Какой процент заработка вы даете? От 30 до 75,5%. Ой, ну это мало как. Это максимальный процент. Но мы же работаем на диверсификации рисков. Больший процент, это не годовой процент, это месячный процент. Ну, я говорю, это мало для месячного процента. Как минимум, мне нужно 50, как минимум. Так я вам говорю, от 30 до 75. А, до 75, хорошо. Просто уже все зависит от вашего склада, понимаете? Чем выше у вас склад, тем больше диверсификация рисков. Раз, тем больше, лучше у вас трейдер, два. Тем больше у вас инструментов для работы с критико-валютным или фондовым, или уже валютным рынком, три. Отлично. А вы сейчас можете... Давайте, у вас есть на этом телефоне WhatsApp, я вам сейчас скину сайт на WhatsApp. И скину ссылку на регистрацию на нашем сайте. И уже непосредственно буду с вами разговаривать. И непосредственно познакомлю вас поблизо с нашей компанией. Объясню, как мы будем с вами зарабатывать день. Да, хорошо, отправляйтесь, жду. С интертрейдером 4. А вы вообще планируете с какой суммой начать сотрудничать с вами? С вами ни с какой, вы мне реферскую ссылку кидаете. Это очень подозрительно. С вами ни с какой, поскольку вы мне кидаете реферскую ссылку, это крайне подозрительно, я вам хочу сказать. И какое отношение вы имеете к платформе Крипикс? Я понятия не имею. Они обзвонками занимаются точно. Я знаю руководителя этой компании. Крипикс, мы занимаемся... Мы есть компания Крипикс, я вам звоню в этой компании. Как вы докажете? Вы можете... Ну, в смысле, вы сейчас можете... Как я вам докажу? Угу. Легко могу вам доказать. Смотрите, вы можете сейчас создать... Зарегистрироваться на сайте, и я вам скажу, отправилось вам письмо, не отправилось. Смотрите, я вам кинул две ссылки. Одна ссылка непосредственно к компании Крипикс, это наш сайт основной. А вторая ссылка, это на нашего партнера, компанию Ионик. Смотрите, если я не представитель компании Крипикс, то я не знаю, что есть партнер, брокер Ионик, на котором непосредственно нужно уже качать платформу Метод Трейдер 4. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно качать эту платформу. Я вам сейчас в прямом эфире могу, ну, как бы к вами зайти на сайт, сказать, где скачать эту платформу и показать вам тестовые позиции. Вы можете посмотреть на сайте наш контактный телефон, этот телефон, с которого я вам звоню. Вы мне скажите, вы мне кидаете ссылку реферскую? Для какой цели? А что значит реферская? Вы уж извините, я не настолько IT-мастер. Ну, для меня это... Ну, лаком прикинемся, да? Дураком прикинемся, окей. Ну, смотри, если... Да нет, я не... Ну, смотри, я могу объяснить, если ты дураком прикидываешься, могу объяснить тебе. Реферская ссылка, мой дорогой, это когда кто-то, человек, да, отправляет тебе ссылку, ты по ней регистрируешься. И я прохожу как партнер. И, соответственно, от условий каких-то там, я не знаю там, условия, вы получаете вознаграждение. При этом не важно абсолютно, заработаю я, потеряю и так далее. При этом самое характерное, если я потеряю деньги, никто за это не понесет ответственности. И ты, в том числе, тоже не понесешь ответственности. Смотрите, во-первых, насчет потери денег, смотрите, насчет ответственной ссылки. Это рабочий телефон, с которого отправляется просто копирование ссылки, вот и все. Я мог бы с вами точно так же зайти и по гуглу. Можно сейчас спокойно с вами, я могу вам продиктовать, как пройти на сайт, вы можете на сайт пройти со мной. Просто в режиме онлайн мне было проще скинуть вам ссылку, чтобы вы уже сами попали на сайт, чем я вам диктовал по буквам, как называется, компания, для того, чтобы вы нашли сайт и перед тем, как вы зашли на него, понимаете меня? А насчет потери денег, риски, естественно, есть везде. Но мы даем страховку, первые пять сделок, которые вам дает наш трейдер, они полностью застрахованы, 100%. А потом уже дальше идет максимальная герсификация риска, для того, чтобы вы не потеряли ни копейки, понимаете? Это дает любой брокер страховку сделок. Любой брокер практически. Ну, сейчас вот мир такой, да, маркетинг? Не любой брокер, если он не ЕСН, он не берет страховку вообще. Если он не ЕСН, он не берет страховку? Ну, естественно. Ну, фондовый брокер тоже не дает, и что? Опять же, мы будем торговать на фондовом брокере. Вы мне предлагаете, вы мне кидаете на офшор, который с фондой, ну, никак не связан. Максимум это CFD, ну, насколько я понимаю. Ой, можно, в общем. Неинтересно, неинтересно, ты такой скучный, капец. Неинтересно с тобой разговаривать. Давай еще другого, другого. В смысле, вы себя лохом считаете, что ли? Ну, я себя лохом точно не считаю, потому что я в говнокомпании подобной, я вкладывать не собираюсь. Ну, я уверен, если ты займешься обзвонкой по холодным базам, может быть, еще чего-нибудь ты там найдешь. Смотрите, вы говорите следующее. Вы сначала сказали, что вы знаете руководителя компании «Крипидз». Вы умерены в этой компании, логично. Теперь вы снижаете на то, что я скучный с вами собеседник, вам не нравится со мной разговаривать. Потом вы начали говорить за страховку или еще за что-то. Теперь вы говорите, что у нас некачественный брокер. Так вы можете определиться на самом-то деле, что он не такой? Да тут комплекс, комплекс, понимаешь, комплекс. Это все равно, что ты спать с какой-то женщиной, она наградит тебя комплексом, букетом Абхазии. Вот здесь примерно то же самое. Но я понял, что твоя схема неинтересная. Неинтересная. Это обычная самая ревка. Вот. Средки ты там что-то получишь, заработаешь там несчастные какие-то копейки. Эй, заебись. Мне это неинтересно. Я понимаю, что вам интересно. Так вы знаете, действительно, просто нелогично. Если вы знаете действительно руководителя компании «Крипидз», то почему вы не работаете в нашей компании? Я с лоховодами не общаюсь, я много-много кого-то знаю. Много знаю. Я вот знаю и руководителя Александра Смирнова, СТ Форекс. Посадили бедолагу, блядь. Ну ладно. Вы типичный врум на самом-то деле. Вы уж не обижайтесь. Ну это твое мнение. Мнение лоховода меня не особо интересует. Ну так это фанк. Вы наверняка еще можете сейчас рассказать о том, что вы зарабатываете миллионы на Форексе. Ну на Форексе я точно не зарабатываю миллионы. Вот. Ну на срочном российском бирже возможно. Возможно. Я вас понял. В общем, как всегда, интересные люди попадаются. Вы очень забавный человек на самом-то деле. Сначала начали говорить заодно, теперь съехали на другое. Интересно, что вы еще придумаете? Что мне интересно говорить? Ну, в моем жизни я не только разговариваю, что вам интересно. Наталья, как тебя зовут? Как тебя зовут? Дмитрий. Дим, слушай, я могу перейти сейчас на оскорбление, но зачем это надо? Лучше позвони какому-нибудь другому лоху. Ну я не твой клиник, не твой. Так а почему вы считаете, что лох? Вы себя считаете лохом, как звучать? Ну, ну хорошо. Вот я, например, могу тебе сказать, что я твою маму в жопу ебал, например, вчера. Видишь, даже заговариваюсь. Что ты на этом мне скажешь? Вот стоит доводить до такого. Я говорю, вот стоит доводить до оскорбления. Меня же воспитали люди, а не животные. Позвони, позвони другой. Вы можете говорить что угодно. Меня воспитали люди. Меня воспитали мама, 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 мама. А вас воспитали животные, судя по всему, собаки. Собаки. Вы слышите, как вы разговариваете? А вы вообще, ну, меня вы человек или нет? Мне просто интересно, вы такой забавный. Я так понимаю, что у вас, наверное, нет друзей, да? И люди, с которыми вы общаетесь, не только те, кто вам может. Друзей у меня точно нет. Вот подруга есть одна твоя мама. Слушай, а ты мне часы когда вернешь? А что-то оригинальное будет, кроме мамы? Часы, ты ко мне... Кроме мамы, что-то будет оригинальное? Ну вот я тебя спрашиваю, ты мне часы когда вернешь? Это баян, мне очень смешно. Да я... Типа пистингом занимались или всем. Что-что? Плохо было слышно. Ну, мне просто... Мне просто интересно. Слушай, вот сколько за вот это вот... За вот это вот платят? Вот скажи мне, вот платят вот за развод лохов. Ну мне нормально 150 тысяч рублей. 50 тысяч рублей плюс если бы зашли, я получил бы плюс. Конечно. Да это хуйня, братан. Ну нахуй тебе это надо? Наверняка больше. А вы зарабатываете больше, наверняка, да? Так я же не аналитик, я работник по... Менеджер по работе с клиентами. Вот видите, мне попался такой оригинальный клиент, как вы. Я вас запомнил... Нет, я вас не запомню. Через 5 минут я вас забуду. А вы будете помнить обо мне всю свою жизнь. Да нахуй ты мне нужен, кто-балет, чтобы о тебе помнить. Такие ж типичные люди. Будет сидеть вечерами и наделать, наделать, полировать свою скалу, вспомнивая тебе, Димка. Реально, я не сомневаюсь, что вы будете помнить. Для вас звонок, это минута. Я тебе об этом и говорил. Вот стоит приходить на аффирмацию. Я вас забуду через 3 минуты. Ну окей, утешай тебя. Я никого не оффорбляю, просто... Ты можешь, короче, знаешь, такую аффирмацию... Просто вы в рунде, обманщик. Можешь принимать, короче, аффирмации, делать точнее, вот, и повторять постоянно. Я забуду о этом токсичном клиенте через 3 минуты. Артём, так что мы будем делать? Мы будем с вами детом, да или нет? Вы будете деньги зарабатывать или вы таки будете долго играть на баяне? Ну я и так деньги зарабатываю, нахуй ты мне нужен, Тима. Так а на чём вы деньги зарабатываете, Артём? Мне твоя мама неплохо платит. Она говорила мне вчера, Тёма, братан, ты ювелир, ты ювелир. Это баян, это баян. Так и естественно баян. Серьёзно, может, что посмешнее? Что-то посмешнее придумать, ну хуя. Но могу сказать, что отца твоего ебал. Это что-то новенькое, согласись. Блин, так вы ещё и гомосексуалист, Артём. Я вам сочувствую. Нет, гомосексуалист это тот, кого ебал. Пожела вашу ношу. Артём, так мы будем с вами детом, или нет? Да не буду я регаться, я же тебе сказал, блядь. Худ ты не понимаешь, дебил. Что я не буду регаться по твоей ссылке. Пошёл ты, Артём. Артём, я понял. В общем, разговор у нас больше не сложится. У меня скучно.